ТРАССА СТО ОДИН Приветствую в эфире ТРАССА СТО ОДИН Владимир Сметанин не нарушает. Почти. Автоваз объявила добровольной сервисной кампанией в отношении более 40 тысяч автомобилей Ладо Веста. Машины были выпущены с начала осени 2019 года по начало июля 2022. Суть проблемы заключается в том, что индикатор давления масла на приборной панели может, как говорится, жить своей жизнью. То есть загораться красным или мерцать без каких-либо на то причин. Лечение заключается в обновлении программного обеспечения у официального дилера. ТРАССА СТО ОДИН В России сейчас насчитывается порядка 32 тысяч водителей, которые задолжали по штрафам ГИБДД более 50 тысяч рублей каждый. Причем за последние полтора года, по данным МВД, число злостных неплательщиков сократилось почти на 60%. Это результат активной работы судебных приставов. Они, в числе прочего, могут и арестовать транспортное средство, и запретить автовладельцу выезд за границу, и приостановить действия водительского удостоверения. В целом, отмечают в полицейском ведомстве, автомобилисты добросовестно относятся к оплате взысканий за нарушение ПДД. 75% пользуются 50% скидкой, которая действует первые 20 дней с момента вступления постановления в законную силу. Хавейл Джолион в этом году возглавляет список самых покупаемых в России новых автомобилей из Поднебесной. Перечень составило агентство «Автостад». С января по июль китайский паркетник приобрели почти 7 тысяч наших соотечественников, что больше показателя аналогичного периода прошлого года без малого в 4 раза. Заводские цены на Джолион сейчас начинаются от 2 миллионов 29 тысяч рублей. На второй строчке разместился «Черри Тигр 7 Про» со стартовым ценником 2 миллиона 310 тысяч. Бронза у Джоли Кул Рэй минимум 1 миллион 880 тысяч рублей. В Свердловской области мужчина отсудил почти 700 тысяч рублей за «Ладу Калина», которую он купил за 300 тысяч. Приобретал гражданин авто в компании, специализирующейся на продаже поддержанных машин. Спустя небольшое время выяснилось, что автомобиль обладает существенными недостатками, о которых продавец умолчал. Разочарованный клиент потребовал вернуть ему деньги. Организация отказалась. Дело дошло до суда, который с лихвой и возместил автолюбителю затраты, а также потрепанные нервы. Компания «Форд» презентовала автомобильные фары нового поколения. Они не только освещают проезжую часть, но и выводят на нее важные для водителя уведомления. Отвечают за это встроенные в оптику проекторы. Они, в свою очередь, связаны с навигационной системой. Выходит так, что перед поворотом шофер видит на асфальте стрелку. Знак ограничения скорости, предупреждения о круговом движении или пешеходном переходе транслировать можно многое. Ранее добавлю о подобных разработках сообщали, в частности, «Мерседес Бенз» и «Фольксваген». На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте «Эхо Кирова». Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Трасса 101». До свидания.